Всем привет, друзья! Давно уже не делал рубрику Stories. Напомню, в этой рубрике я показываю какие-то отдельные истории, какие-то отдельные фрагменты интервью, которые мы записали, но которые не тянут на полноценный выпуск. И сегодня я расскажу о втором уже квартирнике French TV, который прошел в новом формате Light Night Show. Расскажу об интервью, которое мы записали вот за последнее время. Покажем неопубликованные фрагменты из интервью French TV. И, конечно же, подведем итоги конкурса, в которых у нас накопилось уже очень много. Наш стеллаж с призами просто ломится уже и требует, чтобы мы начали раздавать подарки. Начнем. Поехали! Ну что, квартирник French TV второй прошел 5 октября. Мы его сделали в новом формате. Я решил поэксперимить имитировать. Если первый квартирник был более бизнесовый, у нас были панели, нетворкинг, потом снова панель по YouTube, по личному бренду, то в этот раз я решил сделать такой более развлекательный формат, как я его потом назвал, деревенский Light Night Show. Потому что у нас там был баян и, в принципе, мы такие, скажем себе, небольшие профессионалы в Light Night Show. Поэтому сразу с себя сняли всю эту ответственность и сделали пародию на Light Night Show. У нас был гость Андрей Шабанов, известный телеведущий и радиоведущий, генеральный продюсер Просто Радио. Очень скоро на канале, буквально на этой неделе, появится сам сюжет с квартирника. Ну а пока давайте посмотрим трейлер. Я сейчас рассказываю эту историю впервые. Господи, об этом никто не знает. Я, конечно, охренею. Она должна набухаться и вступить в половую связь в эфирной студии с видом на горы. За здоровечко всех там. Когда поставил ГБО на Теслу, да? То есть ты так вот ходишь. Это YouTube, детка. Мы делаем, что хотим. Вот. Возвращаясь к самому квартирнику, хотелось бы, конечно же, поблагодарить наших прекрасных спонсоров. В первую очередь, Креативный квартал, где мы уже во второй раз проводим квартирник. И, конечно же, наших продуктологов. То есть, скажем, ребят, которые обеспечили наше прекрасное питание во время квартирника. Это, конечно же, франшиза Львовские круассаны, которая кормила нас, соответственно, вкусными, сочными круассанами. Это франшиза Фрешлайн. Нас угощала сэндвичами и маффинами. И в этот раз у нас появился кофейный спонсор. Кстати, очень крутой кофе от Браун Кап. Это тоже, кстати, франшиза. Всем очень кофе понравился. Ну, а если вы хотите открыть бизнес, соответственно, пекарни, сэндвич-бары или кофейни, то в первую очередь обратить внимание на этих ребят. Проверенные, крутые ребята. Ссылочки оставим в описании под этим видео. Где-то месяц назад я записал небольшое интервью с Олегом Артишуком. У него свой канал, .g. Там он делает интервью с предпринимателями. В основном IT-предпринимателями. Но и не только. Он записал большое интервью со мной. И оно уже то ли вышло, то ли выходит вот сегодня. Поэтому ссылочку оставим вот здесь в подсказке, плюс в описании. Переходите, смотрите. Мне кажется, что я там наговорил немножко лишнего про персонажей YouTube, про владельцев бизнес-каналов. Но, надеюсь, вам понравится. Переходите, смотрите. А сейчас я вам покажу свое небольшое интервью с Олегом. Он расскажет о своем кейсе, о своем канале. И расскажет о том, как еще можно монетизировать деятельность на YouTube. Смотрим. И подписывайтесь на точку G. Твой кейс. У тебя канал по меркам YouTube небольшой, но растет, в принципе, неплохо. В специализированном контенте. И ты, мы сейчас пишем в конце августа, до ноября у тебя продана реклама. На три месяца вперед. Да, даже больше, но спрос превышает предложение. Почему? B2B история. Два момента, которые точно сработали. Опускаем сразу то, что регулярность выпусков, качество контента, который должен подниматься. Факапы их просто немеренно. Если вы перейдете на канал, то поймете, о чем я говорю. В общем, первые видео выше не смотреть. Первые видео не смотреть категорически. Я вот сейчас после записи выйду и удалю его. Вот это опускаем. Два момента главных. Выбор ниши, я считаю. И второе, умение все-таки продавать. Я никогда не был продажник, если честно. То есть мне лучше заработать поменьше, чем вот это. То есть вот нет, нету этого. Я, конечно, своих детей точно буду этому учить. Но, тем не менее, у меня есть такой скилл, как нетворкинг. Я его развивал очень давно. И вот мне старые связи, в принципе, позволили на старте же сразу же договориться, наперед взять на себя обязательства определенные. Сказать, что будет так-то, так-то. Будут такие-то гости, потому что у меня основной формат интервью. Взял обязательства, начал сделать с интересными людьми. Пошли не только на меня, но и на людей. И ниша четкая. Получается, одни не знают, куда идти деньги, денег полно на самом деле. А вторые не знают, где их привлечь. И канал мой отчасти таких людей сводит. То есть мне в этом смысле просто. Потому что B2B у меня смотрит как раз таки аудитория, которая с деньгами или владельцы проекта. Сейчас тренд как раз таки на блогерство. И блогерство не обязательно, кстати, личное. Я сейчас вижу, что на личное, но я знаю кучу людей, которые зарабатывают. У них сотни тысяч подписчиков в Инстаграме том же. Тема еды, допустим. То есть там можно как минимум сливать трафик на, не знаю, на приложение. Хорошо. На блогерство как еще зарабатывать? Создание какого-то сообщества. Я очень блевотно отношусь к бизнес-клубам. Буду честен. Потому что много таких. Есть симпатичные вполне, но давай не будем называть, чтобы это все как-то не было. Это один из вариантов. Членские взносы, допустим, раз в 3 месяца или 12. Вообще тема подписки это... Хорошая тема. А как это к YouTube относится? Вокруг канала. Все вокруг канала. То есть нет смысла, смотрите, я не верю. То, что мы делаем квартирники, это похоже? Похоже, сейчас скажу за квартирники, кстати. Ивенты это один из самых главных таких вариантов. По крайней мере в сравнении с тем, с кем я общаюсь, с бизнесами IT, у кого беру интервью получается, блогер зарабатывает мало. То есть если ты хочешь зарабатывать только на рекламной модели, тебе просто надо быть не вебическим блогером. То есть десятки миллионов. Дудем, трансформатором и так далее. Да, но я бы даже сказал Ивангаем и прочее. Ну вот эти ребята тоже хорошо зарабатывают, но это все равно даже не те деньги. Но это топовые ребята и это рекламная модель. Но если условно завтра Дудь решит делать мерчик, футболки с Дудь, то он может зарабатывать эту сумму из, мне кажется. А если еще там глубже копнуть и подумать, ну не про футболки банальные, а что-то более интересное. Путешествие с Дудем. Условно, кстати. Это хорошая тема, которую делает Дима в трансформаторе. Это интересная тема. Я думаю, что там ну в месяц десятки тысяч долларов. Реклама очень хорошо помогает на старте закрывать косты. То есть если кому-то кажется, что 4 камеры, поездка там в 5 разных городов, иногда из стран, продакшн это дешево, то вы заблуждаетесь. То есть реклама вот это помогает покрывать. Плюс есть еще маркетинг, AdWords условно. Дальше надо думать вокруг, про бизнес и вокруг канала. Следующий момент это ивенты. У меня есть мечта сделать корабль целый, айтишный. Я был на таком, я плавал через Атлантику недавно, ну 9-8 месяца назад, в общем, с Канар в Панаму. И это отличная тема, когда 200 чуваков, которые занимаются чем-то похожим, как минимум. Вот я хочу сделать такой корабль. То есть квартирник, я не знаю, вам вышло 0 квартир? Нет? Даже там 3000 гривен заработали. 3000 гривен. У нас не было цели зарабатывать, просто осталось. Не, понятно, я так обычно же делаю. Просто осталось. Но все-таки вновь сделали. Да, у нас там были даже клиенты на упаковку франшизы. Оттуда. Лиды потом пришли. Оттуда, да? Ну вот видишь. То есть вот тоже опять правильно. Спасибо вам большое всем, кто подписал договора. Вот это крутая история, айтишная история, кстати. Вот для меня это вообще понятно. Я обычно такие вопросы и задаю. Может мне сложно сейчас как-то это объяснять. Но вот хорошо, что вы оттрекали это. Хотя бы у тебя в голове. Но в идеале потом это все фиксить и понимать, какие каналы приносят. И вот эти ивенты, которые в ноль, они что же приносят следы? Next Level это бизнес вокруг канала. Конкретный бизнес, как у вас в French. То есть это, кстати, ну это совет для многих. Вокруг бизнеса можно строить канал. Так, настало время рассказать, с кем мы записали интервью, но еще не успели выложить. Очень скоро, буквально на этой неделе, через пару дней после выхода этого выпуска, у нас на канале появится интервью с Аркадием Цукером. Если вы вдруг впервые слышите это имя, то, возможно, вы слышали о фильме «Временные трудности», который недавно вышел и который собрал просто шквал критики. Его назвали фашистским. Так вот, этот фильм основан на истории Аркадия Цукера, хотя, как он скажет в интервью, он ему не понравился. А, собственно, обоснование этого будет в самом интервью. Основная история Аркадия в том, что он родился с какой-то тяжелой формой ДЦП, но благодаря своему отцу и поддержке семьи он смог это компенсировать. Он не чувствовал себя ущербным. И об этом, собственно, он рассказывал на конференции TEDx. Если вы не смотрели, называется «Сила ума». Это выступление очень крутое, прям пронзительное. И я вам рекомендую его посмотреть, прежде чем вы будете смотреть интервью. Ссылочку на это выступление я оставлю в комментариях. Ну, а пока давайте посмотрим небольшой фрагмент из нашего с ним интервью. Вы пошли бы на свидание с андроидом? Ну, точно нет. Мне, знаете, как-то и живых достаточно. С живыми-то не все просто, а тут вот... Вот у Хокинга было, по-моему, четыре версии, как все закончится. Ядерная война, болезнь какая-то, потепление и так далее. На мой взгляд, конец света возникает каждый раз, когда мы закрываем глаза. Еще я недавно познакомился с Алексом Яновским. Он совладелец сети «Суши Мастер». Он... Это человек мира. Он живет в США, он живет в России, он живет в Украине. Причем он работает, и вся его команда топ-менеджеров работают удаленно. Но у них нет единого офиса, где они постоянно сидят. Один в Питере, другой в Киеве, третий в США и так далее. Они управляют компанией из двух тысяч человек. Вот так вот удаленно. Это очень крутой опыт. Я не знаю, есть ли такие примеры. Но вот мне, наконец-то, удалось с ним познакомиться, пообщаться. Записали огромное крутое интервью. Ну, а пока давайте посмотрим фрагмент. Человек вот нас сейчас смотрит. Он может себя поделить на два типа. Шила жопой и стула жопой, да? И хитрой жопой еще есть. Три типа. Почему в бизнесе нужны огромное количество стула жопой? Потому что там повторяющиеся процессы. Но обычно, кстати, человек, если полненький, то, скорее всего, не шила жопой. Эти худые все, шила жопой, худые. Сколько бы не ели, они все равно худые. То есть ты стула жопой? Да, конечно. На прошлой неделе записал интервью с Олесием Тимофеевым. На самом деле мы с ним уже больше полугода планировали записать интервью. Но вот, наконец-то, у него появилось возможности время. Да и наш канал вырос. Сделали с ним коллаборацию. То есть записали его для нашего канала и мое интервью для его канала. Поэтому ссылочку оставим в описании. Переходите, ждите. А пока давайте взглянем на фрагмент интервью для French TV. Я встречал много людей, которые хотят казаться быть как Олесь. Сделать тот же проект. Я видел много клонов, копий наших сайтов, дизайнов, тех же продуктов. Я видел людей, которые приходили на наши курсы, учились. И потом шли через 2 недели преподавать этот же курс по-другому. Все, что связано с тем, а давай буду как кто-то, оно не настоящее. И ты с этого не выжмешь нормальный бизнес. То есть это просто попытка вроде бы сделать то, что получилось у других успешно. Я думаю, это неправильная бизнес-модель. Если я так делаю, у меня, наверное, ничего не получилось. Ну и последнее интервью, о котором я хочу рассказать с Иваном Сурвилло. Вы, скорее всего, не знаете это имя. И я сам не знал, пока Федор Овчинников не поделился интервью, которое Иван записал с Федей. И так я узнал о существовании этого молодого журналиста. Ему всего 19 лет. Он записывает интервью с крутыми, известными ребятами, предпринимателями, журналистами. И вообще такая, знаете, восходящая, что ли, звезда российской журналистики. И мне было интересно с ним пообщаться, познакомиться. И что меня особенно поразило в том, что делает Иван, он развивает личную имейл-рассылку. У него там 50 тысяч, по-моему, человек в подписчиках. Это очень круто. Об этом поговорим, насколько личная имейл-рассылка может быть интересным инструментом не только для блогера, но и для предпринимателя, для компании. Давайте посмотрим фрагмент. Я был, наверное, одним из первых, кто вообще делал текстовую рассылку в России. Хорошие личные рассылки сейчас можно пересчитать буквально по пальцам двух рук. Свободная ниша, в которой сейчас довольно легко, если это в качестве контент, довольно легко выстрелить, довольно легко намерить большую аудиторию. Как я бы хотел умереть. В авиакатастрофе над горой Климанджаро. Мне кажется, есть в этом что-то величественное, когда такой, знаешь, легкий одномоторный красный самолет скрывает в тумане горы. Вот я наконец-то уже приближаюсь к студии, но мы приближаемся к рубрике «Неопубликованное». Я решил в этот раз поделиться неопубликованным фрагментом из свежего интервью, которое вышло буквально на прошлой неделе с Михаилом Таковининым «Ама Сераем». Оно очень понравилось зрителям. Миша раскрылся действительно с новой стороны. Многие, кстати, о Михаиле не знали. То есть у многих есть, и они используют в своей компании «Ама Сераем», а то, что за этим стоит Миша, ну, действительно не знали. Потому что Миша не публичный человек, он не очень много дает интервью, но он делает очень крутые вещи. Например, конференцию «Ама Конф», которая вот последний раз прошла весной этого года. В Олимпийском он собрал 25 тысяч человек, предпринимателей. Там был Дудь, там был Шнуров, пела Полина Гагарина. И, собственно, об «Ама Конфе» мы поговорим в этом неопубликованном фрагменте. Давайте посмотрим. В B2B продажи всегда длинные. Между точкой, когда впервые человек узнал о продукте, и точкой, когда он купит, может пройти год и два. Бизнесы вообще очень инертны в своих покупках, очень. Очень инертны во внедрении. Это длинный проект, это длинное внедрение. И поэтому ты никогда не прослежишь такой однозначной связи между «сегодня он узнал, завтра он купил». Так не работает в B2B. Это не спонтанная покупка. То есть это чисто имиджевый проект? Это часть нашей большой пиар-стратегии по продвижению «Ама СРМ» среди бизнесменов. Но так больше никто не делает, насколько я понимаю. Весь софт на земле продается через мероприятие. Windows продается через мероприятие? Конечно. В B2B секторе? Да. Конечно. С утра до вечера Microsoft организует конференции, бизнес-завтраки с IT-директорами. Конечно. Вообще все B2B продается лучше всего через мероприятие. Просто мы решили довести это до максимума. Мероприятие, ну, значит, на полную катушку будут мероприятие. Вот и вся история. Это не оригинальная идея вообще ни разу. Мы первые добавили так много музыки. Очень страшное решение. Вот последний олимпийский. У нас пели про любовь. Стоит Гагарин и поет про любовь. И я реально неделю переживал, что нас не поймут, что не зайдет. Нас сожрут за эту Гагарину с ее песнями про любовь. Ну, не Бузова хотя бы. Ну, страшно. И мы, на самом деле, количество музыки, долю музыки увеличили постепенно. Все больше, 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 больше. То, что сейчас делает, там, вот это вот, я не был, но я видел там видео в Инстаграме. То, что вот эти последние пляски в бизнес-молодости, это круто, это смело. Молодцы, что, прикольно. Песни, это нормально? Даже в что ли, когда были музыкальные паузы? Тем не менее, мы делаем бизнес-конференцию, а там песня про любовь. Это выглядит, сейчас со стороны уже кажется нормально, но когда ты это делаешь, ты боишься, что тебя не поймут, ты боишься, что заклюют. Хочется к Руслану вернуться, потому что он пропал, а ты единственный, кто до сих пор с ним переписывается из моих знакомых. Что с ним происходит сейчас? Ну, я не очень люблю обсуждать личности людей, их личные вопросы. Точнее, люблю, но отучаю себя от этого. Не личную жизнь, я имею в виду, он планирует ли возвращаться в бизнес? Я бы очень хотел, потому что действительно у него талант. У него вот эта вот чуйка на как привлечь внимание, как... Call to action. Call to action, конечно, вот, оно же не даже не от образования. Какое-то образование. Врожденная такая способность, талантливый человек. И понятно, что если бы он вернулся к бизнесу, наверное, бизнес бы от этого только выиграл. Он у нас выступал четыре раза, между прочим. Очень хороший спикер. Он у нас четыре раза выступал. Самое большое количество выступлений. Овчинник у нас два раза выступал, Собчак два, а тут нашли четыре раза. Проблема в том, что вот если все четыре выступления посмотреть подряд, с первого до четвертого, то будет очень заметно, как меняется содержимое его выступлений. И оно становится все дальше от бизнеса. Ну да. Мы думаем, что пятое будет совсем не в тему. Просто в этом вопрос. Если бы он вышел и рассказал свое первое выступление, это было бы очень уместно. В последнее время приходится много выступать или рассказывать о том, что мне интересно, о ютюбе, о франчайзинге. Вот в сентябре провел целых две лекции для Air Academy. Я там весной еще был слушателем, а вот теперь уже лектором. Три лекции провел суммарно. Рассказываю о том, как создавать контент на канале, на что обращать внимание. И мне кажется, зрителям, слушателям, точнее, очень нравится. Вообще, в последнее время много обращаются подписчики, друзья, знакомые. Расскажи, расскажи, как сделать ютюб-канал о своем личном опыте. Расскажи о франчайзинге. И получается, что меня на всех не хватает. И я уже действительно подумываю сделать какой-то мастер-класс или лекцию. Но, видимо, именно так становятся инфобизнесменами. Очень много людей задают вопросы, спрашивают. На всех не хватает. Да и не совсем правильно это делать бесплатно, как я сейчас. Потому что, как вы знаете, бесплатно не ценятся. Пишите, интересно ли вам было бы послушать, записаться, прийти лично, пообщаться на подобные мероприятия. Ну и в завершение подводим итоги конкурсов. Смотрите, сколько призов у нас накопилось. То есть, конечно, в основном это книжки, а также фризби. Это конкурс с Сашей Пиданом. И еще обед со мной. Консультация по ютюбу или франчайзингу. Начнем по порядку. Дольше всего у нас лежат призы из интервью с Петей Осиповым. Напомню, это панда с автографом Пети. И книжка его, которая автобиографическая, так понимаю. Которая называется «Дневник Петра Осипова. От великого хаоса к квантовому росту». Ну, начнем с пандочки. Сначала мы оба приза хотели отдать Андрею Асташко, который написал, что живет в провинции, учится через интернет. И все его пять детей с удовольствием разработают эту панду. Но, к сожалению, мы вынуждены учитывать, что все-таки нужно выполнять все условия конкурса. И важным условием была подписка на наш канал. Андрей, к сожалению, не подписался. Поэтому, Андрей, сори. В следующий раз, пожалуйста, будьте внимательны. А так, комментарий очень понравился. Респект. И все это, и книга, и панда уходит Василию Грешневу. Или Грешневу Василию, вы уж простите. Пишите нам под этим видео свой имейл. Мы расскажем, как вам забрать эти призы. Ну, а теперь конкурс от Саши Пидана. Он подписал, напомню, три фризби. Он увлекается этим. Спортом и не только. И мы еще обещали книжку Сапиенса, которую рассказывал Саша, с его личным автографом. То есть, кто победит, тому Саша и подпишет эту книжку. Книжка крутая, толстая, большая, красивая. Можно как минимум читать. Как максимум, не знаю, использовать в качестве фризби. Книжка и фризби. Вот этот, наверное, да? Прекрасный фризби. Уйдет Евгений Устинова. Евгения, спасибо Вам за комментарии. Очень крутой. Это Ваша. Пишите свое имейл, расскажу, как забрать. Также оставшиеся два фризби. У нас приближается Хэллоуин. Мы отдадим Анне Осадченко. Анечка, Ваш имейл ждем. И третье фризби вот с этой, кто это, ящерицей и осьминогом. Мы отдадим человеку, который скрывается под именем Андреа Лави. Вот, Андреа, пишите тоже свое имейл, свяжемся и отдадим вам фризби. А может быть, даже добросим. У нас на очереди три книжки авторства Андрея Парабелма. И у нас есть три победителя. Это Ирина Бухарева, Лена Мичурина и Олег Берлев. Так, мы не знаем, кому что нужно. У нас три книги. 10 лучших книг по инфобизнесу. Продажи со сцены. И 99 законов привлечения денег. Ирина, Лена и Олег. Пишите, кто первый напишет название книги, которую он хочет, отдадим. Третьему, соответственно, достанется та книжка, которая останется. Вот и все. Спасибо, друзья. Пишите свое имейл, не забывайте. В интервью с Ильей Кеннештейном был конкурс, где мы разыгрывали книжку презентации в стиле ТЭТ, а также бизнес-завтрак со мной. И я уже почти решился на встречу с девушкой, которая уже успела отпроситься у своего мужа на посиделке со мной. Ее зовут Алэна, но, к сожалению, Алэна не подписана на канал Франч ТВ. И это вот печальная история, которая происходит каждый раз, когда мы что-то разыгрываем. Потому что условием конкурса является подписка на канал. И мы должны следовать, как и вы, этим условиям. Поэтому, Алэночка, в следующий раз мы отдаем и книжку, и бизнес-завтрак, опять же, если он актуален, Евгению Удоду. Евгений, пишите, пожалуйста, свой имейл в комментариях под этим видео, и мы обо всем договоримся. Ну и, наконец, интервью с Кириллом Кунинским. Там был конкурс, где разыгрывался любой бизнес-практикум от компании бизнес-конструктора, основателем которой является Кирилл. И мы отдаем этот приз Жене Захарченко. Женя, у вас есть возможность выбрать любой бизнес-практикум, но прежде напишите, пожалуйста, свой имейл, чтобы мы с вами связались и рассказали, как все забрать. Мы поздравляем всех победителей. Друзья, спасибо, что участвуете в конкурсах. Не победили, не страшно. Участвуйте, продолжайте писать комментарии, потому что не ради призов мы их делаем, а ради общения, создания какого-то комьюнити под каждым нашим выпуском. В том числе и под этим. Напишите, что вам понравилось, что нет, что стоит добавить в эту рубрику Stories, о чем бы вы хотели узнавать из жизни нашего канала, из жизни наших спикеров и так далее. Очень ждем ваш фидбэк. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Включайте колокольчик, у нас будет насыщенная неделя. Целых три выпуска планируется. Я не знаю, когда мы все это успеем, но обязательно успеем, потому что у нас впереди еще горы уже отснятого материала. До встречи. Включайте колокольчик. Это Франш ТВ. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok